Дональда Трампа. В дипломатии важны все детали. Итак, что обсуждалось в Версале, какие хорошие знаки отметили журналисты и другие подробности первой встречи в репортаже Антона Верницкого. Дипломатические приемы в Версале в наши дни большая редкость. Обычно все происходит в Париже, в Елисейском дворце. Достаточно сказать, что предыдущий президент Франции Алант лишь однажды провел здесь переговоры, пригласив на них лидеров Германии, Италии и Испании. Вот почему вокруг решения Иммунеля Макрона, который вступил в должность президента чуть больше двух недель назад, провести встречу с Владимиром Путиным именно в Версальском замке, так много разговоров. Ведь это не просто памятник искусства, а место, где происходило множество событий, повлиявших на мировую историю. Здесь была окончательно провозглашена Французская республика. Здесь Великобритания признала независимость США. Есть даже недописанная картина о тех переговорах. Британская делегация отказалась позировать вместе с Бенджамином Франклином тем, что сейчас на 100-долларовой банкноте. И, наконец, здесь же был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. Иммунель Макрон пригласил Владимира Путина в Версаль во время первого же их телефонного разговора, после того, как вступил в должность президента, предложив не только провести здесь встречу, но и совместно отметить 300-летие поездки Петра I во Францию. Именно с нее в 1717 году берут начало официальные дипломатические отношения между нашими странами. И вот встреча во дворце. Пристальное внимание у всех к рукопожатию лидеров. Дело в том, что на прошлой неделе Макрон встречался с Дональдом Трампом в Бельгии. И все заметили, что президенты США и Франции жали друг другу руки так, что побелели костяшки пальцев. А Трамп попытался освободить руку первым. Позже в интервью Макрон объяснил, что же это было. Маё рукопожатие с ним не невинно. Это момент истины. Необходимо было показать, что хватит делать уступки, даже символические. Ничего подобного во время встречи с Владимиром Путиным не произошло. Беседуя, лидеры направились на первые свои официальные переговоры один на один, а позже и на рабочий завтрак. Здесь же, в Версальском дворце. Дворцового повара Макрон Владимиру Путину представил лично. По итогам сегодняшнего общения изначально не планировалось подписание никаких документов. Это, как объяснили нам в российской делегации, по сути, знакомство президентов на фоне ухудшившихся после введения против нашей страны санкций отношений. Что же касается обсуждаемых тем, то это двусторонние связи и кризис в Сирии. Совместная пресс-конференция прошла в не совсем обычном месте. 120-метровой галереи батальной живописи с огромными полотнами, на которых изображены сцены всех военных побед Франции. Я убежден, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России. И напомню, что ни одна из почти 500 французских компаний в последнее время, в последние годы, несмотря на все сложности и экономические республики, с российского рынка не ушла. Мы сейчас находимся в галерее, где отмечены великие битвы за свободу Европы. История, она больше нас. И здесь, в Версале, мы чувствуем это особенно. Я бы хотел, чтобы мы работали прагматично и требовательно для того, чтобы преодолеть все трудности на пути развития отношений России и Франции. В это время под потолком галереи батальной живописи летала случайно попавшая сюда ласточка. Эммунель Макрон говорил о жаре, которая стоит сейчас во Франции, о том, что, несмотря на стоящиеся разногласия, без диалога нельзя найти точек соприкосновения. Французские журналисты тут же спросили Владимира Путина, зачем к нему приезжала Марин Лепен, противник Макрона на недавних президентских выборах. Если госпожа Лепен попросила нас о встрече, почему мы должны отказывать? Тем более, и вот это самое главное для нас, что она публично всегда занимала позицию на развитии отношений с нашей страной. Было бы странно с нашей стороны отпихнуться от тех политических деятелей в Европе, которые хотят развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Вот и весь ответ. Но это совсем не значит, что мы пытались как-то повлиять на выборы. Да это и невозможно. Вы думаете, что мы не знали опросов общественного мнения, не понимали, что происходит, не понимали, за кем предпочтение большинства французов. Но мы это все прекрасно видели и понимали. Во время выборов было дело хакеров. Говорят, что, может быть, они были из России. Они пытались вмешаться в ход избирательной кампании во Франции. Что вы думаете на этот счет? Обращаю ваше внимание на то, как этот вопрос был сформулирован. Вы спросили, говорят, что, может быть, вмешивались российские хакеры. Уважаемый коллега, ну как можно комментировать такие вещи? Говорят, кто говорит, на основании чего говорит, непонятно. И второе, может быть, российские хакеры. А может быть и нет. И на этом основании мы делаем какие-то выводы, что ли? Ну, пресса может себе позволить делать какие бы то ни было выводы. Пресса для этого и существует, чтобы ознакомить граждан с различными точками зрения. Но в политике это путь в никуда. Главная же совместная цель, по словам двух президентов, борьба с терроризмом. Как сказал Владимир Путин, Макрон предложил даже создать специальную совместную группу, которая взаимодействовала бы друг с другом и в России, и во Франции в практическом плане. Зашла речь на переговорах и о кризисе на Украине. Мы подробно обсудили различные детали обстановки на Украине и реализацию минских договоренностей. Мы высказались за то, чтобы в самое ближайшее время был проведен обмен мнениями в нормандском формате. Также я выразил свое стремление достичь в рамках реализации минских соглашений, деэскалации этого конфликта и ликвидации всех его последствий для обеих сторон. В связи с украинской темой Владимиру Путину был задан вопрос и про санкции против России. Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на Юго-Востоке Украины. Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям средств массовой информации Франции. Боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Только отмена всяких ограничений, свободный рынок и свободная конкуренция, честная, не обремененная политическими соображениями и конъюнктурными инструментами, может помочь развитию мировой экономики. Сразу после пресс-конференции президенты направились на выставку государственного эрмитажа. Петр Великий путешествие во Францию. Русский царь 300 лет назад провел здесь больше двух месяцев. В Версаль из Петербурга впервые привезли уникальные экспонаты, в том числе и подлинный костюм Петра, в котором он приезжал тогда сюда. Костюм по французской моде и подлинные башмаки Петра. Единственное отличие от французского кафтана заключается в том, что у Петра на его костюмах есть вот эти отложенные воротники, которых не было при французском дворе. Французы присматривались к русскому царю не только из-за непривычного для них воротника, огромного роста 2 метра 4 сантиметра и башмаков, в которых Петр исходил весь Париж. Они выглядят очень маленькими, что-то около современного 38-го размера. Всех поражала непосредственность Петра Первого, который однажды взял на руки наследника престола, Людовика XIV, со словами «У меня в руках вся Франция». А также то, что он лично зарисовывал и измерял все, что ему нравится – дворцы, мосты, дороги. Для этого он все время ходил со специальной тростью. Вот одна трость, она представляет подзорную трубу, а во вторую вставлена линейка. И вполне вероятно, что вот эта трость как раз и служила ему той самой линейкой, по которой он измерял постройки и парки Версаля. Впрочем, нам опровергают один из мифов о том, что Петергоф – копия Версаля. На самом деле Петр Первый копировал Марли, ныне разрушенную резиденцию французских королей. Тот самый подлинный карандаш, которым Петр зарисовал 300 лет назад местные красоты, на выставке – один из главных экспонатов. После осмотра экспозиции Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей. Благодарю организаторов выставки, подтверждающей исторические, культурные и деловые связи между Францией и Россией. Связи, устремленные в будущее. Эммануэль Макрон, Стив, за руль лично провез Владимира Путина по территории Версальского парка. В свою очередь российский президент пригласил коллегу посетить в ближайшее время Москву. Антон Верницкий, Яна Подзибан, Наталья Юрьева, Павел Лаконский, Владимир Гриневич и Павел Рудаков. Первый канал. Париж. Сейчас возвращаемся к событиям.